Всем привет! С вами Антон Шебека и это мой BikeCheck 2023. На такой вот карете я катаюсь. Итак, перейдем непосредственно к велосипеду и начнем сверху вниз, чтобы было проще. Это грипсы. Самая важная для комфорта часть велосипеда. Odyssey Broke Rayford. Ну, соответственно, с баррендами. Я грипсы, наверное, каждый месяц брал и, по-моему, это самые удобные, мягкие... Короче, лучшие грипсы, вы не сомневайтесь. Можете их смело ставить на свой велосипед. Перейдем к рулю. Непосредственно, на чем эти грипсы держатся? Это руль TSB Tracker 9,5 высота. Это самая для меня комфортная высота. 9,5 для меня перфект. Держит этот руль с грипсами вынос трактор. Влад Мельник, огромное спасибо. Самый лучший вынос. Frontload, соответственно, это самый нормальный, который я нашел. Спасибо, Владик, еще раз. Перейдем к сидушке. Это сидушка ВТП. Оно с какого-то комплита. Я его поставил, потому что оно мне нравится. Не жирное, потому что я не люблю жирные седла, потому что я барренд спин не жму. Я бы даже хотел бы еще более слимовое седло, но вот это прям топчик. Сидушка держится на подсидельном штыре. Федерал, не помню, тоже какой-то, но Федерал вы там в описании увидите. Да, ребят, дайте вам проще. Я буду говорить, вы там в описании подробную инфу найдете. Перейдем, получается, к рулевой. Это тоже Федерал. Просто пыльник с подшипниками черного цвета. Подшипники, они везде подшипники. И получается у нас на очереди основная изюминка моего велосипеда. Это рама ТСБ Компетишн. В Ростовке 27. Одни из самых коротких перьев. Это 12.4. Я люблю самокат непосредственно, поэтому у меня такая рама. Мне нравится эта деталь на моем велосипеде. Это вилка Культ Сект В4. Конечно, она тяжеленькая, но я ее брал из-за того, что она, ну реально, долго будет держать, потому что у меня с вилками постоянные проблемы, постоянно ломаются. Мне очень нравятся на ней дропауты. Вы просто посмотрите на них. Я из-за этого ее и взял. Вот и все. Из-за дропаутов. Я даже не помню, какой тут выбег. Тоже в описании, там, почитайте. Перейдем теперь к тому, на чем велосипед едет. До колеса. Давайте начнем с ободов. То, что бросается в глаза, это Hazard Light Odyssey. Я очень давно хотел хромированные обода. Мне они просто очень нравятся. Я любой велосипед видел на хром ободах. В каком бы он радужном цвете не был, он выглядел, любой велик, очень красиво. Поэтому я взял все хром обода. Они сварные, соответственно, вы все про эти обода знаете. Очень клевые. Ну, не сказать, что они легкие, но, опять же таки, мне нравятся. Спицы Sopim, как и, наверное, у 99% боемиксеров. Не титановые, ничего. Мне достаточно. Передняя втулка. Это TSB Cutter. Ну, красивая, блин. Елочная игрушка. Уникальный дизайн. Степанову Антону респект. Реально за то, что такую красоту придумал. Это довольно-таки офигеть какая легкая втулка. И с учетом того, что она у меня живет уже, наверное, года 4. Я реально никогда не поменяю эту втулку. Соответственно, я всем рекомендую. Это и красота, и вес, и надежность. Все в этой втулке есть. Накат. Бомба. К заднему колесу все то же самое. Спицы те же самые. Оба тот же самый. Фрикостер Eclat Cortex. Тоже я считаю, что это один из хороших фрикостеров. Ну, уже третий год пошел без нареканий. То есть, просто обслуживаю вовремя, и, пожалуйста, все работает. Единственное, начал немного цеплять, там, схватываться. Но эта мелочь-то все лечится. По сравнению с тем, что у меня до этого было, с фрикостером, который полгода даже не жил, новый. Eclat Cortex. Реально, возьмите на заметку. Рекомендую. Перейдем непосредственно к покрышкам. BSD Donostrita, про модель Alex Donachy. Вообще, мои любимые покрышки Eclat Mirage. Но вот эти на втором месте, и тоже накат, бомба. Они свистят. Кстати, кто любит свистящие покрышки, берите обязательно Donostrita. Вообще, не пожалеете. Внешний вид, ну, тоже минимализм, как я люблю. Классные покрышки. Ну, в плазе немного скользковаты. Но это все равно маленький минус по сравнению с основными ее плюсами. Peggy TSB. Они очень длинные. Они легкие. Скольжу я каждое свое катание 24 на 7. И, пожалуйста, они до сих пор не сильно стерлись. Дальше у нас любимая моя хромированная запчасть. Это TSB Ghost Drive 160 мм. Вы даже не представляете, насколько барспин и телевип мне стало делать легко на этих шатунах. Я вам правда рекомендую. Если вы хотите делать барспин и телевип лучше, рассмотрите эти шатуны. Они очень красивые. Черный и хром цвет доступны, пожалуйста. Каретка TSB тоже просто подшипники. Дальше у нас на очереди не хромированная, но серебристая деталька. Это звездочка. TSB SSG или SSG, как вам удобнее. Выполнена в дизайне. Знаете, у BMW есть диски такие. Очень часто берутся дизайны звезд с дисков. Ну и это выглядит очень круто. Я не помню, когда Антоха ее только выпустил в продажу, но она у меня до сих пор стоит. И она в идеальном состоянии. Тоже бьется постоянно. Перила об грани, пожалуйста. Самая живучая звезда, я могу смело сказать. Ну я, кстати, не фанат BMW, если честно, но так получилось. Цепь-культ. Золотая. Не скажу, что тут что-то в ней сверхъестественное. Обычная цепь, халфлинг. Ну и последняя деталь. Педали. Cinema Chat Curly, они у меня треснули за неделю. Ну, опять же таки, брал из-за внешнего вида и из-за толстой платформы. Потому что я делаю кран-кармы, делаю их много, и мне нужна была толстая платформа. Со стороны скольжения она не треснула. А со стороны, где она вроде как не касается перил, грани, но она треснула. Ну вот так вот. Рекомендую или нет, не знаю. Тут все-таки индивидуально все у меня треснуло. С вами был Шебек Антон. Мой байк-чек. Если вам понравился он, пожалуйста, слизывайте детали, собирайте все такое же. По-моему, неплохо. Вот вы нас быть черный вообще была бы сосочка. Подписывайтесь на наш канал.